Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотим начать новую тему. Тему здоровья для возрастных людей. На самом деле мы еще не имеем готовых решений, которые бы мы могли вам предложить, или что-то прорекламировать, или-или-или. Это мысли вслух. Вот у нас есть точка, момент здесь и сейчас, где мы находимся, и есть в пространстве вариантов точка, в которую мы хотим прийти, касательно возрастных заболеваний. И между ними еще путь не проложен. Вот мы его сейчас будем активно прокладывать. И этот ролик, это начальный. Возможно, ваши комментарии, ваши пожелания, ваши мысли вслух, они сыграют свою роль для того, чтобы нам все-таки проделать этот путь. Итак, мы хотим помогать людям в возрасте, которые больны тяжелыми недугами. Тяжелыми – это может быть онкология, это может быть сахарный диабет, это может быть какой-то рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона выношу отдельно, ее лучше все-таки через индивидуальные консультации, хотя это тоже может и сюда подойти. Разные-разные варианты, разные заболевания. Люди в возрасте, и тут возникают свои сложности. Практически все эти заболевания будут иметь, если я скажу кармический характер, то люди воспринимают это с предыдущими воплощениями. Но, как правило, у возрастных людей уже речь идет не о предыдущих воплощениях, а о текущей жизни, о том, что они прожили какой-то опыт, не завершили его, не изъяли очки сознания, и душа просто всеми силами старается их отправить на инкарнацию для того, чтобы эти очки забрать. Это можно сделать в текущей жизни, и тогда можно жить долго и счастливо, и еще добавить себе лет здоровой жизни. И это выбор человека. Так вот, если сейчас бросить клич и сказать, что мы помогаем возрастным людям, то реакция, все же хотят, чтобы им помогли, то реакция какова будет? У нас кто помогает? Помогают врачи, стереотип есть. Приходишь в поликлинику, тебе выписывают лекарства, тебе лечат. Оно не так помогает уже возрастное только поддержание здоровья, уже даже врачи ничего не обещают. Человеку чуть-чуть предпустило, полегчало от самого факта, что он пообщался с врачом. В большинстве случаев это уже превращается в психологическую помощь. И на этом вся помощь и закончена. Выписано лекарство, которое можно есть горстями. И человек таким образом доживает свою жизнь, не включая при этом голову. Когда же он думает о том, что ему кто-то поможет, нас относят все-таки больше к экстрасенсам, наше направление, оно еще мало известно. И поэтому сразу отношение к экстрасенсам мы должны прийти, там махнут волшебной палочкой, нам полегчает. И если не вылечили сразу, значит вы мошенники, значит на вас можно написать заявление в милицию, и вас можно обвинять по статье. Это текущая действительность. И вот в этой текущей действительности надо найти, каким образом из точки А прибыть в точку Б. Задача на самом деле, когда я думаю о возрастных заболеваниях, наверное, одна из самых нелегких, которые можно предположить. Итак, если мы бросаем кличи, говорим, что мы возьмем, например, в обучение, в эксперимент, 10 людей в возрасте с болезнью, то, как правило, первыми откликаются их дети. Дети говорят, вылечите моего папу, вылечите мою маму, и вся схема, о которой я говорила выше, она уже в действии, в работе. Потому что в данном случае решение принимает ни мама, ни папа. Более того, папа и мама делают вид, что они уже разочаровались в медицине, им никто не поможет. И если им на голову само свалится, то будет приятно. У папы с мамой тут же вторичная выгода, ничего не делать, и они заваливаются в жертву, а у жертвы не бывает результатов. То есть априори эти люди, они будут тянуть вниз, и у них результата не будет. Их можно брать и исключать сразу. Нафиг. То есть, опять-таки, должен быть какой-то отбор, кто попадет в эту группу. В противном случае вот этот эксперимент будет обречен на провал. Я уже говорю, у нас есть хорошие наработки с людьми во время индивидуальной работы, например, с той же самой онкологией. Есть еще ряд заболеваний, я не буду их перечислять, где так сложилось и так кармически получилось, что у людей пошли результаты. И более того, люди вменяемые, но при этом нам приходится их поддерживать тем, что говоришь там, двигайся, делай то, делай так, проявляйся. Душа хочет этого, душа хочет того. И человек, если он хочет жить, если он хочет результат, он действительно делает, и он тогда имеет результат. Поэтому то, что у нас было на индивидуальной консультации, запросы, а это были запросы не по лечению, это вот случайно случилось, лечение попутно, да, к основной консультации. То есть здесь результаты есть, и у нас есть технические наработки сегодня, чтобы хотелось, чтобы сохранилось, и чтобы мы могли еще больше углубиться, чтобы дальше идти, чтобы реально работать. Поэтому сейчас, когда мы оглядываемся, смотрим, что индивидуальных консультаций не хватает. Не хватает там именно групповой работы. Почему? Потому что у человека за жизнь очень много жизненного опыта, неизъятые очки осознания и очень много деструктивных программ и убеждений, которые просто забили диск. Это социальные шаблоны, это поговорки, это какие-то мудрости, это какие-то жесткие концептуальные вещи, которые даже в следующую жизнь могут послужить кармой, да, потому что человек четко для себя знает, что надо только так и никак иначе, а иначе, если иначе, то будет проблема. Все, это жесткое решение, оно уже обросло энергией, оно уже готово кармически развернуться в следующей истории. И вот когда с таким сталкиваешься, понимаешь, а как удалить это все из головы человека? Очень многие решения неактивны, то есть их вообще, если прорабатывать индивидуально, они не всплывут. Брать и перепросматривать по техникам перепросмотра, как у Кастанеды, всю жизнь, это очень долго, да, это очень долго, это реально очень большой труд. Это человек может сделать самостоятельно, но при условии, что у него включится механизм выживания. Это значит, он должен стоять на краю. Вот эти вот люди, которые стоят на краю, это те люди, которых мы ждем к нам в дальнейшем, вот на эти обучающие программы, экспериментальные. Вот это люди на краю, потому что вот у них будет результат, они будут работать. Все остальные, они как бы, их надо стимулировать к работе. Итак, в групповой работе, получается, мы можем поднять максимально неэффективные программы, неэффективные убеждения, удалить их, осознать, сделать выжимку очков и забрать ресурсы. То есть действительно поддержать энергетический человека, вкачать ему энергии, сил, здоровье, для того, чтобы он мог работать над собой. А именно над собой ему и придется работать, потому что за него никто ничего не сделает. Потому что это его жизнь, его косяки, и это надо осознать и каким-то образом уложить в голове. И вот представьте, человек в возрасте, который уже имеет свой какой-то социальный статус, а тут ему говорят начать работать над собой. У многих это уже в голове не укладывается, да, это вообще за пределами его здравого смысла делать самим. Плюс еще мы подгрузим в таком случае физическими упражнениями человека, да, там той же зарядкой, той же самой активностью, что далеко не всем приемлемо. А вот люди, с кем мы работаем, практически у всех идет физическая активность, да, в обязательном порядке. Более того, мы научим человека отслеживать психоэмоциональное состояние, свои собственные, регулировать их и удалять самому неэффективные программы из своей жизни. Представляете, какой это объем работы над собой. А теперь представьте, человек жил, ни черта всю жизнь в этой области не делал, он проживал, он работал, все, он жил в каком-то в социальном мире одном, в объективном восприятии, а то в тот раз его переводят в другой мир, в другое восприятие, и где совсем по-другому надо жить, по-другому надо работать. И не все люди возрастные готовы сделать этот переход, им проще махнуть рукой и говорят, ну не в этой жизни, уже все, уже на покой собрался. И в таком случае у этих людей тоже результата не будет, потому что они уже сдались, да, уже сдались, и толку их тянуть на своем ресурсе нету никакого. Дальше. Следующая проблема, которую вот я вижу, когда мы решаем, каким образом запустить вот все наши наработки в действии, для того, чтобы соединить вот это индивидуальное и обучающее, коллективное, и сделать все-таки какую-то экспериментальную группу на результат по заболеваниям, да, в сопровождении взять ее, вот этих людей. Следующая проблема, которую я вижу, это цена, да, потому что возрастных людей, опять-таки, шаблон, если ты целитель, ты должен мне бесплатно за взятку, за взятку, за связку бананов отработать, и на этом ты делаешь все, все для меня, весь мир для меня, да, но дело в том, что этот мир находится в равновесии. Сколько затрачено на тебя, столько и оплачено. И если равновесия нету, да, если равновесие нарушается, то результатов так же не будет. И получается, для того, чтобы человека заставить, стимулировать, и заставить двигаться вперед, ему надо ввалить хорошую цену, для того, чтобы ему было жалко денег потраченных. Вот когда ему будет жалко денег потраченных, он будет делать все, что ему скажут, и еще больше, больше, чтобы на эти деньги больше взять. Вот этот вот механизм психики, он очень хороший механизм, он прошит очень большое количество людей, то есть привязка стимулировать себя через деньги, да, и это здорово, но это полностью рушит концепцию целительства, да, потому что у нас же принято, что целитель, он за бананы, да, и это надо сделать дорого. А когда дорого, тогда человек говорит, а результат тогда, если я плачу деньги, вы мне гарантируете результат, ведь я же много денег плачу. И тут опять, вот тех, кто начинает на эту тему, их надо убирать, потому что, потому что результата не будет, результата не будет, потому что человек не берет ответственность, а нам надо, чтобы человека стимулировать, заставить взять ответственность, заставить работу, заставить оторваться от дивана. Представляете, как надо вывернуть в подсознание все программное обеспечение человека возрастного, для того, чтобы это случилось и срослось. Я вот когда думаю об этом, мне реально... Я не знаю, это переворот в сознании человека. Октябрьская революция на этом фоне отдыхает. И вот если этот переворот в сознании у человека случается, то у человека будет все классно. Из опыта, нашего опыта в индивидуальной работе, у нас получилось, что такие перевороты мы делали за счет кармических историй. То есть это реально, когда у человека заболевание было сопряжено с предыдущей кармической историей и подтверждено кармической историей текущей жизни. И у человека просто заклинивал мозг от того, откуда мы можем это знать. И после этого у него начинались изменения, и он понимал, что мы не можем знать, вот как у него проходит, а мы еще где-то поддерживаем, пишем, что дальше надо делать. И вот у этих людей реально пошли хорошие результаты. А мы при этом, работая с ними, и потом работая по другим направлениям, например, с омоложением, с омоложением наработали хорошую техническую базу, которую смотришь и понимаешь, если ее переложить на людей возрастных, блин, огонь. Вот просто огонь. Можно помочь человеку. Можно действительно, да, мы его уже от инкарнационного цикла не спасем, но мы можем реально продлить его жизнь и действительно сделать инкарнацию уже в будущее, и помочь человеку действительно инкарнировать осознанно в другие варианты развития, не проживать снова сценарии революции и там войны и так далее. Потому что все, что у нас сейчас в обществе происходит, это вот игра на этой карте. И вот когда смотришь на это и думаешь, блин, ну ведь это же никак, нигде в социуме у нас... В социуме это обман, это какое-то мошенничество и фантазии, да? И как через это все социальное пройти? Больше вопросов, чем ответов. Поэтому вот на сегодняшний день из эффективного, то, что, например, я вижу, это каким-то образом совместить индивидуальную и групповую работу. Это, как правило, формат внутренней отладки. Когда мы берем и по вечерам ведем людей, и потом поддерживаем людей после этого курса, нам пишут о результатах, поддержках, и человек уже видит. То есть это обучающая программа, где он учится, где он учится работать над собой, где разворачиваются его кармические истории, где действительно идет работа с его подсознанием, с перепрошивками со всем. То есть такая комплексная работа. Одновременно, если брать формат внутренней отладки, он не решит программы эпиденетического толка, да? Это надо отдельно будет когда-то проходить. Но, во всяком случае, какие-то части затереть можно. Но формат внутренней отладки и формат обучения, именно как жить, как работать для того, чтобы выйти к исцелению, это значительно лучше, чем индивидуальная консультация. И это реально хорошая штука получается. Но нам нужны люди, которые стоят на краю. Которые готовы работать. Которые сами приняли решение прийти обучаться. Которые сами оплатят этот курс. Которые сами будут работать и брать ответственность за результат на себя. Которые мы поможем освоить техническую базу, которых будем поддерживать. Все, что будет вылетать у них из подсознания, для того, чтобы двигаться дальше, мы поможем разворачивать. Но которым придется самим принимать решения и действовать. Работать с физическим телом, выполнять упражнения, двигаться. Заново прописывать цели, задачи в этой жизни. Если вы готовы, то я думаю, что все-таки курс здоровья внутренней отладки мы запустим. У него еще нет программы. До конца не выяснено, как он будет идти. Хотя я вижу его и знаю, кто из тренеров будет работать. И как работать, по каким схемам. По мере того, какие люди подадут заявку, мы будем заранее просматривать результаты у этих людей. Если результата не будет, мы не будем их допускать на курс. Поэтому обязательно перед тем, как произвести оплату, надо написать мне. И мы посмотрим вас. И порядка 10 человек мы готовы взять в эксперимент на курс здоровья внутренней отладки. Я думаю, вот пока так. В ближайшие пару дней еще просмотрим, осознаем. И решим, как действовать. Но это будет первый шаг на пути к решению проблем по здоровью людей возрастных. Потому что сегодня, сегодня, даже официальная медицина, это либо хирургия, либо кладбище. Ну и поддержание через медикаменты достойного отправления на кладбище. Как-то так. Продолжение следует...